В Беларуси за январь возбуждено 22 уголовных дела за распространение наркотиков в интернете. Об этом сообщили в МВД страны. Между тем снижается число преступлений среди несовершеннолетних. Противодействие наркотрафику уже давно отлаженный четкий механизм. К примеру, ежемесячно в стране раскрывается полтысячи преступлений, связанных с зельем смерти. Ко дню борьбы с наркоманией репортаж Дмитрия Бояровича. У меня началось все с амфетамина. Два года это продолжалось, амфетамин перешел на винт. Жизнь Александра, бывшего музыканта, не без минора. Впервые наркотики попробовал в 15. Тогда парень и представить не мог. Они отнимут у него жену, ребенка, работу. Я пошел в магазин красить какую-то там еду себе. Я забыл шприц просто в пакете, который лежал вместе с пачкой сигарет. Забыл в магазине и вызвали милицию. Меня направили в принудительное лечение. Если бы не милиция, если бы не эта ситуация, быстрее всего, как все мои приятели, большинство из них, я бы уже умер. А вот это один из примеров того, что ожидает наркодилеров и покупатели их товара. Или, судя уже по этим кадрам, авторов так называемых закладок. Здесь нашли гашиш, здесь порошок. Только в Минске каждый год из оборота изымают 100 кило наркотиков. Есть нерадивые люди, которые в желании заработать деньги и предпринимают усилия для того, чтобы втянуть молодежь в эту противоправную деятельность. В 2016 году преступлений было выявлено меньше, чем в 2015 году. Передозировок произошло в два раза меньше. А против онлайн наркоторговли в Беларуси есть аналитическая разведка. Одна из лучших в СНГ. В стране сайтов, продающих психотропы, нет вообще. Борются с зарубежными интернет-дельцами. Особая тема – наркопритоны. У нас состоят на учёте квартиры с репутацией притон. То есть мы места знаем, где наркоманы, возможно, изготавливают наркотики, исходя из нашей оперативной информации, а также исходя из той информации, которая предоставляет нам обыкновенные граждане. О том, что где-то подозрительные люди какие-то ходят, где-то распространяется запах ацетона, растворителя. Соответственно, мы незамедлительно принимаем меры. А вот здесь, в экспертной лаборатории, специалисты определяют состав изъятого вещества. Чтобы определить, наркотик это или нет, нужно всего лишь 40 минут. Причём вероятность ошибки практически исключена. А результат исследования – это ключевой фактор в том или ином наркоделе. С распадом Союза, в том числе и в Беларусь, хлынули небывалые партии наркотиков. И если бы эта тенденция сохранилась, сейчас каждый из нас в той или иной степени имел бы отношение к наркотикам. Так что иногда стоит поразмышлять, благодаря кому или чему этого не произошло. Дмитрий Боярович и Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ.